ребят всем привет привет вот в общем как собственно вы просили покажем сегодня целый день как мы правильно питаемся какие блюда мы едим что мы едим на протяжении всего дня вот мы сегодня это все будем снимать вам показывать то есть целый день покажем пп и кстати ребят спасибо вам большое в предыдущем видео когда я пожаловалась о том что я не могу в китае купить овсянку которую надо долго варить рафинированная только вот мне наши подписчики китайские подсказали где купить я купила ее на таобао вот это овсянка которая долго варится нам ссылочку дали в общем китаянка живет в иркутске мы с ней переписываемся в инстаграме и она дала мне ссылку говорит есть говорит такая овсянка которая долго варится дала ссылочку и катя заказала спасибо тебе большое если ты смотришь это видео я вот готовлю йогурт там дальше видео слава вставит как я его делаю да позвонил курьер привез молоко вот я заказываю молоко на тимоле получается дешевле намного чем магазине я покупаю 45 юаней за коробку здесь 6 литров 6 литров молока 45 юаней это гораздо дешевле чем в магазине и я покупаю вот эти большие коробки молока для того чтобы готовить творог китае творог не купить поэтому делаем творог сами для этого из молока мы будем готовить йогурт молоко я покупаю на тимоле я уже показывала выливаем можно даже не подогревать потому что комнатная температура у нас больше 25 градусов вот такой большой мне контейнер и сюда входит практически 2 литра молока и потом чтобы он превратился в йогурт добавляем сюда ложку йогурта йогурт я могу использовать этот же который с него получается либо вот такой вот не сладкий йогурт я покупаю в магазине он встречается достаточно редко но есть добавляю туда ложку йогурта перемешиваем все на следующий день у меня в этой банке будет полная банка вот точно такого же йогурта из этого же йогурта я готовлю кефир то есть я беру этот йогурт и просто разбавляя его водичкой получается кефир низко низко жирности это у меня вся на овсянка это у меня овсянкой я ее замочила на полчаса кефиром то есть добавила йогурт добавила водички залила ее на полчаса вот у меня получилась такая масса и сейчас мы будем готовить овсяна блин это очень популярное блюдо в правильном питании и многие его готовят два яйца то есть мы готовим сейчас на две порции потом туда добавляем сахарозаменитель про сахарозаменитель вы нам очень много писали спасибо большое за беспокойство это натуральный сахарозаменитель это природная стевия она не то что вредна она полезна для нашего организма поэтому мы ее используем и добавляем кукурузную муку кукурузную муку и сейчас еще добавлю разрыхлителя буквально пол чайной ложечки китайский какой-то разрыхлитель где нашла это обычная сода все это перемешиваем в общем пока у меня тут взбивался я поставила на огонь сковородку и смотрите вот для того чтобы блин не приставал к сковородке очень важно ее хорошо хорошо нагреть если она будет прям раскаленная то тогда блин не пристанет но я добавляю чуть-чуть вот маслица буквально три капли вот наша сковородка разогрелась и добавляем наш блин и выпекаем его на маленьком огне блины кушаем и худеем это мне нравится так в общем пока там разговаривает я испортил маленечко наши блины мы будем кушать с фруктами фруктами фрукты у нас вот может быть не такие как в россии я не знаю я купила ко вся на блину хурму ой молотного маленького и драгон фрукт ну как то вот так у нас получается вот блинчик фруктики сложили и вот да и вот так вот как шаурму да завтрак готов и знаете что-то многовато как-то для правильного питания я катю говорю я говорю вот максимум один съем наверное все она вот посреди из этой порции приготовила вот столько вот вот и в общем я сейчас объясню дело в том что вот сколько нам пишет диетолог в граммах столько я в граммах и взвешиваю я делаю все в правильной пропорции то есть ребят получается для того чтобы правильно питаться не обязательно голодать для того чтобы худеть не обязательно голодать то есть мы совсем не голодаем кушаем нормально а если его день 17 и все елки пожалуйста остальное останется но что сделаешь в общем ребят смотрите что получилось в общем блин вот этот овсяно блин здесь фрукты здесь хурма и драгон фрукт но я их не очень люблю еще ребят кстати мы допили свой курс который у 10 стоял такие коробочки порошочки как вы их там называть так далее в общем вредное все такое хочу вам сказать что состав не вредные составе имбирь что там еще идет всякие пищевые волокна в общем на общем компоненты все натуральные все на коробочке написано и вы знаете как бы многие кто-то пишет что типа и вы без них похудеете типа не надо пить эту химию так далее знаете это такое что-то был как старт понимаете то есть это был старт он нам дал как бы какой-то толчок и мы пьем вот этот курс и собственно делаем все правильные шаги чтобы худеть понимаете то есть он как бы заставлял нас вот эти 25 дней держаться просто держать стараться не расслабляться не есть вредную пищу не передать и так далее он нам дал толчок понимаете к тому ну к правильному питанию к похудению так далее я вижу результат ребят сейчас мы перестали пить курс то есть просто будем правильно питаться и посмотрим как у нас дальше будет уходить вес да будем вас в курсе держать сейчас пробуем да вкусненько я специально не кислые фрукты на маму достойно это вкусно и часть еще кстати ребят мы витамины пьем вот такие витаминчики пьем это мультивитамины там есть все компоненты одну мне все приятного аппетита ребят позавтракали в итоге мы съели по два блина оказалось не так уж это и много выпили по чашке чая у нас еще один остался блинчик ну все встретимся в обед уже на обед мы будем готовить ленивые голубцы у нас куриная грудка рис капуста лук морковь и в конце добавим чесночка сейчас все это будем готовить грудку мы перемалываем фарш решил добавить еще помидорку и перчик сейчас все это порежу вот таким вот образом мы нарезаем все овощи поставила чайник чтобы скипятить воды не потом горячая вода нужно будет готовить будем в этой сковородке добавляем чуть-чуть прямо чайную ложку маслица хорошенько нагреваем кладем рук раскаленную сковородку когда лучок у нас немного обжарится добавляем морковку и добавляем перчик все это надо еще немного обжарить овощи у нас обжарились очень важно жарить на большом огне и и тогда у нас не будет ничего прибирать потому что мы жарим без масла и постоянно помешивать добавляем туда куриный фарш и помидорку обжариваем все вместе в течение нескольких минут вот у нас все поджарилось и оно уже не подгорает потому что помидоры выделили сок теперь добавляем сюда капусточку я порезала пол вилка и добавляем туда рис это все надо будет тщательно перемешать добавили соли добавили перчика хорошенько перемешиваем теперь добавляем водички вода должна быть горячая желательно достаточно закрываем крышкой и ставим на медленный огонь тушится у нас уже все почти готово добавляем чуть-чуть лаврового листика я его помыла добавляем травки вот это у меня смесь итальянских трав сушеный укропчик я покупаю приправа сушеный укроп потому что свежий укроп не так просто достать и чесночок последний раз это все перемешаем сейчас вода выкипит оставшиеся и все будет готово слава кушать не дают поработать не дают помонтировать видео это что-то такое только позавтракали уже опять обедать ленивые голубцы пробуем ребята соль отлично вообще рис сварился вкусно такое блюдо по консистенции чувствуется какая-то свежесть что ли овощей ну и мяско так попадается на сбок очень приятно да и не сухое масло в принципе можно было не добавлять то есть овощи дали сок и собственно ничего не пригорало молодец вкусно тебе нравится да приятного аппетита и так мы продолжаем делать творог вчера йогурт который мы поставили вот посмотрите какой он у нас получился у нас вот такой вот густой из него мы сейчас будем делать творог для этого мы наш йогурт переливаем в кастрюльку и включаем на маленький огонь прямо самый маленький его нужно нагреть но нагреть его нужно медленно и тогда он хорошо отслоится все ждем когда он нагреется и так вот у нас йогурт наш свернулся у нас выделилась сыворотка самое главное не доводить это все до кипения буду сцеживать уже я приготовила вот такую вот конструкцию марлю зацепила прищепками какие у меня были и сюда сейчас солью это все если вы любите творог более такой твердый более сухой то его нужно подольше поу готовить я люблю творог более мягкий и поэтому я его не довожу до кипения но если вы хотите прям такой более жесткий его нужно поварить даже желательно сыворотка там стекает ждем буквально не знаю в течение минут наверное 30 40 пока это все стечет и творог можно будет упаковывать ребят вот смотрите наш творог отстоялся вот здесь сыворотка осталась и он стек уже даже практически не капает все теперь нам нужно сохранить потому что сегодня завтра послезавтра я думаю что творог нам не пригодится и нам его нужно сохранить в холодильнике но поскольку это молочные продукты долго он не хранится вот я недавно приобрела вот такой вакуумный упаковщик хайер называется смотрите все по-русски кстати инструкция у него на русском языке и с помощью него мы будем сохранять я наверное упакую это все в банку планировала это все вот в пакеты эти пакеты идут в комплекте кстати с этим упаковщиком но чтобы упаковывать в пакеты порционно допустим если вы готовите там много каких-то продуктов или зелень там хотите сохранить или еще что то то можно вот в эти пакеты порционно упаковывать но у меня получилось немного поэтому я думаю что я его сохраню вот в этой банке вставляю эту трубку так же я посмотрела можно упаковывать даже вещи какие-то если в поход собираетесь чтобы они меньше места занимали так выбираем еда влажная и режим ну не знаю я выберу нормальный буду пробовать тестировать режим нормальный нормальный да пробуем к этим продукт творог ложка обязательно чисто чтобы у нас это все сохранилось кислые аж зубы ломит не нормально вкусно кислинка один день кислинка такая знаешь на хорошие творог очень мягкий получился теперь закрываем крышкой ну вот закрываем и смотрите крышка то они не держатся она просто то есть вот накрывается по вот здесь а сейчас вот смотри так все мы сделали вот так одеваем эту штучку она тоже не держится то есть ее просто придерживая придерживаешь да и нажимаем вакуум мне кажется он должен просыпать зелень сам нет вот она убралась вот эта штучка все значит нет видишь вот видишь он отключился вот мне кажется очень классно будет храниться зелень укропа потому что укроп же в Гуанчжоу не продается и мы его обычно в метро покупаем он у нас быстро да пару дней желтеет да 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 так вот вот этот вакуумный упаковщик можно купить на сайте tmall.ru и еще вот буквально 11 числа будет всемирный день шоппинга и на сайте tmall.ru с 10 по 12 число будут большие скидки например вот этот вакуумный упаковщик он стоил 4600 будет в этот день стоить 2600 всего на сайте tmall.ru продаются товары только от официальных производителей на них действует российская гарантия и доставка по россии очень быстрая буквально от нескольких часов до нескольких дней ну все а творог наш убираем в холодильник ребята девчульки наши пришли со школы и у нас сейчас в общем ужин девчонки выбирают что покушать катя у нас в общем решила на ужин сделать омлет с овощами да и у нас осталось еще остались еще ленивые голубцы вот их ты им в общем на выбору да так я так понимаю да аника сказала ленивые голубцы будет а полина сказала будет омлет с овощами а сейчас мы готовим омлет на порцию омлета нам нужно один одно яйцо и один белок желток убираем да это лишние углеводы нам сейчас не нужно перец помидор и кабачок яйца взбиваем нарезаем овощи накаливаем сковородку добавляем растительного масла первое отправляется на сковородку кабачок дальше перчик пошел теперь добавляем помидорочку перемешиваем овощи у нас прихватились буквально сильно их пережаривать не надо и добавляем яйцо яйцо мы посолили поперчили сейчас это маленько обжарится под крышкой и готово наш ужин готов такие у нас порции получились в общем катя отдельно пожарила мне себе полинке пожарила одно яйцо целое да с овощами и ника у нас кушает ленивые голубцы вот такое у нас получилось сегодняшнее меню такой рацион очень вкусно овощи чуть-чуть припущены на огне пп мне нравится ребята мы не фуд блогеры и ни на что не претендуем мы просто как вы попросили показать один день что мы кушаем просто показали один день и продукты все доступны я думаю что они не только в китае доступны но и в россии доступны нет никаких проблем приготовить такие блюда в общем это достаточно просто и я хочу сказать что есть такая легкость целый день нет какой-то загруженности в желудке в общем легкость присутствует на этом заканчиваем да то есть вот такой у нас получился рацион я думаю что было понятно что мы добавляем как мы режем как что в общем состав весь понятен чтоб вопросов не было да и ребята подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем пока 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 пока